всем привет с вами гнум и это такой ролик небольшая презентация гильдии world warcraft уже через 10 дней выходит релиз world warcraft classic и я организую там гильдию здесь я кратко расскажу о формате гильдии о целях ну и всем таком прочем изначально изначально я думал поиграть немножко по фану чуть-чуть показали посмотреть и очень быстро забросить но чем ближе классика тем что то у меня начинает свербеть в заднице прямо хочется поиграть соответственно я изменил свои цели теперь я планирую хотя бы какое-то время поиграть ну серьезно может не супер хардкор но он нормально серьезно так в думчу поиграть привет экстраза привет вот я конечно же не даю гарантии что на протяжении долгих лет буду серьезно хардкорить мол ребята объединяемся все под моим флагом я приду с победе потому что это крайне серьезное обязательство вообще создание гильдии создание рейда это всегда серьезное обязательство и если руководитель всех гоношил всех себе собрал а потом куда-то рулил это всегда большая подстава потому поэтому я не буду клясться что прям буду задротить вов минимум дам два года но какое-то время поиграю а там как пойдет там там посмотрим я не хочу просто обмануть ваши ожидания если вдруг что соответственно нужно определиться что это за гильдии где это гильдия самое главное формат пве или пвп и я хочу сочетать оба аспекта игры потому что ну если играть только в одно то это получается игры играешь в груди полностью тем более что в классике не так много занятий что там желательно играть во все сразу чтобы хорошенько себя развлекать соответственно я планирую учатся как пве аспекте игры так и в пвп выбор фракции фракции разумеется альянс я по числу жизни играл за альянс и ты не перс беру персонажей основные персонажи и мои главные гильдии я конечно играл все время и за ордынских персонажей но вот альянс мольбов конечно же я буду играть за альянс чтобы там кто не говорил альянс вперед следующий важный вопрос на каких серверах играть на европейских или на российских конечно же конечно же играть российским игрокам нужно на русских серверах почему есть пара тройка причин играть на европейских серверах и причин чтобы играть на российских серверах сотни если не 1000 алекс варис клавиатуры на европе будут играть два типа игроков ну им стоит идти на европу это либо люди с очень специфическими целями люди которые точно знают зачем идут на европу ну например если ты собираешься играть чтобы водить байеров чтобы что-то продавать за реальные деньги так называемый рмт и соответственно на европе более платежи способны территория там можно заработать больше денег ну например такая причина или ты на пиратки долгое время играл уже на классике у тебя там сформировалась своя гильдия своя компания это гильдия полным составом будет играть на европе но это тоже веский аргумент чтобы играть на европе если у вас таких крайне веских причин чтобы играть на европе нет ваш правильный выбор это русские сервера люди которых я перечислил это первый тип игроков второй тип игроков который пойдет играть на европу это дебилы которая у которых каши в голове они вообще не отдупляют что происходит они просто следового европы европа круто пойду играть на европе чего с этим русскими со своим буду играть нет это все глупости если у вас нет прямо от супервиских причин играть на европе нужно играть на русских серверах вот далее важный очень вопрос русских сервером как известно 2 этапа сервер пламя гор и по есть сервер хроме на каком сервере играть это пожалуй самый важнейший из всех вопросов я пока окончательно на сто процентов не решил но пока я склоняюсь к пв серверу хроме соответственно это вызывает у многих вопросов многих вызывает удивление почему на пусть сервер ведь лучше там там где pvp большинство игроков как выяснилось который собирается играть там или там они вообще не знаю что означает по вы сервер или pvp сервер алекс отвалит кланатура хотя потом почешу так вот многие люди думают что вот на пвп сервере pvp есть а на пвп сервере pvp нет там только павле это не так pvp сервер это сервер где почти в любой локации в любое время любой желающим может напасть на любого желающего пвп сервер это сервер где у тебя есть рычаг включить pvp режим выключить пвп режим включил все у тебя полноценный полноценной пвп с теми кто включил также дерешься нет настроения у включен так вот и я вот люблю выбирать спекты игры по настроению есть настроение пойти в пподи е я выключу рубильник поигра по вы есть настроение пробиться я ключу пвп и поверьте я найду с кем ли подписаться вот это постоянно ключ на волк пвп это пригождается в основном когда вот ты каким-то венком там качаешься ли там собираешь травку пве билде в пве ангири и на тебе скрываясь там 12 роги таких ахо я дохуй я пвп сейчас тяган мне не нравится когда меня так ганкает и мне не нравится кого-то ловленного ли там неподготовленного ганкой также на квестах если я хочу подписаться я пойду либо там большой толпой соберусь на большую толпу либо побегаю на battleground и вот и играя на повые сервера вас будет все кроме вот этих вот ганков ловленных триньков которые качают соответственно будет пвп у вас будет выбор мне нравится иметь выбор хочу включая рубильник не хочу не включая поэтому пока я склоняюсь а кто есть сервер давайте до важный момент несмотря на то что пока я склоняюсь кроме и если у нас дела пойдут хорошо если гильдия будет развиваться не исключено что мы откроем альянс а на на пламя горе на втором сервере вот гильдию я уже придумал название где будет называться мафия я даже придумал ранги вот соответственно подведем итоги пока ориентировочно гильдия на хроме называется мафия вот таковые наши итоги кого я буду туда брать в отличие от летала я не буду брать туда вообще любых желающих мол инвайт все сразу иначе не глядя я определил на себя три категории игроков которых я буду его тих в последующем этот список может расширяться он он вряд ли будет уменьшаться но может расширяться и так первая категория это просто самые платные подписчики это мои зрители которыми поддерживать деньгой конечно я их возьму гильдию без вопросов самый легкий самый халявный способ для ленивых отступить или второй способ это ну игроки прям высокого уровня прям игроки которые тащат игроки которые будут двигать прогресс гильдия которые будут тащить и вперед тащила таких можно в общем-то и без самый прям большой молодец и тут важный момент каждый игрок считает себя большим тащила каждый игрок считает что у него в рейде 39 дебилов он один такой прям локомотив пве прогресса ну конечно не так хороших игроков конечно мало поэтому если подумал что это именно ты тащила может быть это не так а может быть и так вот и третья категория игроков это люди которые же делают что-то ценное и полезное либо для гильдии либо вообще для для всего вова и может ты делаешь классные видосики может ты делаешь классные гайды может этом аддоны делаешь может и делаешь может и просто мемасики красивый рисуешь может как-то помогаешь гильдии как-то все это развивающийся ты активный прям такой активно активный игрок который двигает все это движение вперед не знаю может ее там я не знаю что ну в общем ты полезный клевый и и ты большой молодец и в В общем, если ты что-то делаешь, помимо того, что ты просто играешь. Таких людей, конечно, я тоже буду рад видеть в своей гильдии. Соответственно, вот эти три типа игроков я рад вас видеть. Я вас приглашаю в свою гильдию. Если вы со мной не знакомы, меня зовут Роман. Некоторые меня называют Гнум. Я не рейдил в классике. Я начал играть в середине БК. Это следующий аддон. Он очень похож, но все-таки не классик. У меня нет опыта рейд-лидерства в классике. Но я много лет был рейд-лидером гильдии Черный Лотос. Одна из лучших российских гильдий. Соответственно, у меня очень приличный рейдовый опыт. У меня приличный опыт создания рейда, рекрутинга, управления, менеджмента и всего такого прочего. Я готов тряхнуть стариной, вспомнить старое. Плюс я постараюсь подтащить людей, которые еще помнят ванилу. Может быть даже по пираткам. В общем, совместим это с рейдовым опытом классика. И я думаю, у нас получится хороший, приличный рейд. И мы в ПВП будем играть, и в ПВЕ будем играть. В общем, ребята, готов применить свои знания, умения и опыт, чтобы наша гильдия хорошо развивалась. В общем, друзья, такая у нас будет гильдия. Такое предложение. Если вы хотите вступить, если вы удовлетворяете требованиям, готовьтесь. 27 августа мы с вами будем играть. Рад буду вас видеть. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok